приветствую всех зрителей сегодня у нас вертолет mi24p digital combat simulator и рассмотрим применение ракет воздух-воздух r60m для их применения у нас добавили две панели вот одна панелька управления и здесь вторая панелька контроля что нам надо сделать для применения на всякий случай левый контролл его петровичу подготовить вооружение даем команду дальше включаем питание выбираем воздушную цель выбираем пилон второе 1 или 2 из которого мы будем пускать на данной панели выбираем тоже самое не упор нрс или как-то или выкол нрс в общем как тур пускаем точно так же ракету r60 два данных переключателя тумблера в нижнем положении ну и все здесь ждем до загорания желтой клавиши клавиши лампочки это означает что наша головка самонаведение активирована и необходимо наложить ее на цель но и данная зеленая лампочка говорит о том что мы готовы пуску ждем пока наши ракеты и готовятся к пуску загорание желтого сигнала и дальше будем производить пуск по вражеской цели ждем 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 готовится вроде как выкрутила не забываем конечно же включить прицел смотрим чтобы он у нас главный подключатель вооружения ну давай без н а есть все желтая загорелась и зеленая готовность вкус можно сразу вторую догонку пускаем переключаемся на второй пилон и ждем готовности рэйф ракет для того чтобы произвести пуск ну как видите эффективность их не всегда нормально сейчас вот две ракеты попали вертолет вон он как всегда летит дамаг модели в digital combat симуляторе конечно она такая себе поэтому можно и одной ракетой сбить а можно как вы видите 2 и так зеленая пуск 1 бах и пуск 2 вроде как попало как видите ничего такого сложного нет но тем не менее некоторые приготовления надо сделать также если вы переключаете вот здесь вот из пау выкал в любое положение данный коллектив ваши туры если они подвешены на других точках блокируется для того чтобы можно было применять кур опять надо перевести в пау выкал здесь выключить питание после этого уже можно работать у раме до этого момента они не будут запускаться в общем то вот и все что можно сказать по ракетам r60 давайте еще заглянем в редактор я вам покажу что там надо есть и галочки поставить чтобы эти ракеты были доступны мы в редакторе миссий наш вертолет и вот здесь вот последний меню где три точки работать по воздушным целям ставим эту галочку и оборудование для р-60 галочка для того чтобы ваш петрович мог атаковать воздушные цели курами так ракетами оборудование для р-60 это вот эти вот дополнительные панель ну и потом непосредственно в самих подвесках уже устанавливаете либо сдвоенную пусковую установку либо одиночную могут подвешиваться только на вот эти вот пилоны 1 и 4 то есть не на крайние не на вот эти а только на этих пилонах могут висеть ракеты воздух-воздух вот и все по данному вооружению надеюсь данное видео вам было полезно видео вам было полезно